Я никогда не состоял в политических партиях, организации не ходил ни на один митинг. Но когда увидел о всех этих событиях, Майдан и Антимайдан, начавшийся, то я сразу закупил билет и поехал в Крым, потому что тогда основная масса событий происходила именно там. Кроме того, я по взглядам хоть и не состоял в никакой партии, не ходил на митинг, но я практически очень активен, являюсь русским националистом, российским патриотом. А та ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, начавшийся Майдан и спровоцированный им Антимайдан, они у русских националистов поставили перед ними вопрос, что поддерживать националистические силы на Майдане, но по сути это не наш национализм, а украинский, или так называемую русскую весну. В принципе, Майдан своей агрессивной какой-то антирусской политикой мало что может предложить русским. То есть он изначально только предлагает им каяться за какие-то грехи прошлого, и этим отталкивает русские национальные силы. Я поехал в Симферополь и уже без всякой записи просто подошел к людям, которые стали в отцеплении уже к обороне, побеседовал с их командиром, и этим же вечером я уже был в строю, на разводе, и целый месяц уже пробыл в Крымской, Симферопольской обороне. По сути мы были гражданским прикрытием для зеленых человечек, то есть для российских войск. Мы стояли в отцеплении вместе с казаками. Было очень много казаков кубанских, но они тоже были все без оружия. И общение с населением как раз, например, в отцеплении выпадало на нас. То есть мы общались, чтобы зеленых человечек, так сказать, прикрывать, и их никто не трогал. Кроме того, блокировали части внутренних войск, которые до последнего, до референдума не сдавались украинские, чтобы они не вывозили оружие, каких-то провокаций не было. Ну, публика была разная в обороне. От людей с какими-то проблемами, которых просто было некуда податься, а тут была бесплатная еда, им предоставлялась даже бомжей каких-то, которые прибивались. Но со временем, конечно же, все устаканилось и, в принципе, остались меняемые люди. В Крыму, даже по итогам референдума, 96% населения высказали за. Это действительно так, потому что там не нужно было проводить какие-то опросы на улицах. Все говорили только о политике. Даже не было бытовых разговоров. На удивление, я не слышал бытовых разговоров. Только о политике, только о России. То есть люди могли спонтанно встать в круг, начать общаться друг с другом. Настолько все были захвачены этой идеей. Поэтому Крым, конечно же, он специфичен из всех этих областей. Вот такой четкой пророссийской позиции. К сожалению, у меня закладывается пессимистический прогноз, что все-таки вот эта русская весна, я там не почувствовал русской весны. Я почувствовал весну советскую, я бы так ее назвал. Даже, может быть, совковую какую-то. Потому что те цели, эта риторика, которая преобладает, она ближе именно к советскости. До этого в России власть, Путин, употребляли слово русский только тогда, когда они хотели пожурить русских националистов и снова как-то их приунизить. То есть даже вот известно Путина высказывание, что Россия для русских, могут говорить только дураки и провокаторы. А сейчас тот же самый Путин, российские власти, там, инсценируют все эти процессы, которые там находятся, да, происходят в Восточной Украине. Именно давя на русский патриотизм, даже русский национализм. Там постоянно звучит слово русский. Я уехал сразу в Донецк. А когда я приехал в Донецк, да, действительно, я приехал на вокзал, приехал к этому зданию, которое является захваченным народом. Захваченным народом. И я увидел баррикады, увидел людей, которые там ходят с палками, в балаклавах решительных и настроенных. Ну, уже подошел к людям, поговорил и влился в их движение. Мои хорошие знакомые сказали, что вот формируется батальон «Восток». Это будет уже реально такая организация, которую ждут многих. Это будет военизированная организация, которая в случае чего сможет дать отпор украинской армии, национальной гвардии, правому сектору, если они попытаются, так сказать, свободный выбор жителей Донбасса замять. Разные люди. Кто-то шахтер, кто-то программист. Ну, все они, в общем, объединены единой идеей. Это вот независимость Донбасса, отделение учения в состав России. Я лично там взял первый раз руки автомат, как и многие тоже. Для себя такой опыт выяснил, что если ты хочешь с подобной организацией воевать, если, например, украинская армия хотела, блин, национальная гвардия, то нужно было бить в самом начале, потому что когда какая-то невозбериха царит, когда еще люди создаются в команды, когда еще команды эти не слились. Ну, а со временем, конечно же, там уже организуются какие-то сполченные группы, там действительно какое-то боевое братство появляется, и все время люди начинают уже обладать навыками профессионализма в этой сфере. И с каждым днем, например, украинской армии или каким-то другим противникам будет сложнее. Там через некоторое время произошли бой, ну, там, знаменитый под Карловкой, когда был разбит, по версии Донецкой республики, был разбит батальон Донбасс, национальная гвардия. На тот момент я увидел, что реально идет война, и каждый бьется за свою правду. Ну, так получилось, потому что меня Бог хранил, я лично не стрелял в людей. Я не выстрелил ни в одного человека, никого не убил. Майдан очень помог, заняв такую агрессивную политику, такое отношение к правоохранительным органам, фактически сделав их своими врагами. И весь их опыт пойдет, все их ресурсы, они пойдут сейчас на дело антимайдана против них. Оружие, которое поступает к ополченцам, это, в принципе, оружие донецких правоохранительных органов, скажем так. Ну, если подумать вот так, была бы другая ситуация. Например, не Майдан бы первый спровоцировал сегодняшнюю ситуацию на Украине, а наоборот, эта ситуация началась бы в Крыму, например, да, или в Донецке. То тогда бы эти сотрудники правоохранительных органов были бы направлены украинской властью на подавление этих событий бы, и точно так же били бы палками, дубинками бы их, как они там били людей на Майдане. Да, я видел там ярко выраженных граждан России из Северного Кавказа, которые присутствуют там, да, и присутствуют именно для каких-то силовых операций. Слышал от хорошо информированных людей, что приехало там 200 чеченцев потом. Ну, там это уже не скрывается, и они не стесняются этого. Если спростишь откуда, скажут, отовсюду. Ну, по внешности, конечно, по манере речи, это видно, что это ярко выраженный Кавказ. Жители нашего Северного Кавказа. Ну, внутренний распорядок, как у любого, наверное, ополчения, можно логически подумать, действительно, там есть там зарядка, развод, построение. Самое главное – это завтрак, обед, ужин, который не надо пропускать. Идешь по городу, мирный город, да, люди там живут своей жизнью, там, кажется, ничего не происходит. Но в последние дни, когда там я шел и смотрел на этих людей, я-то уже в этом движении, я понимаю, что происходит. Я там уже видел кровь и все, они еще не видели. Я подходил к вокзалу как раз, мы были на вокзале, и начинаются взрывы. Люди начинают так смотреть, что такое, что происходит. Какие-то вдалеке, потом все ближе и ближе, какие-то хлопки. И около меня пролетает снаряд какой-то там, мина это, в двух метрах, запах пороха, и в пяти метрах женщине отрывают голову, мужчине руку на мои глаза. То есть там минометчик ошибся, там, немножко там на миллиметр, может, в расчетах, и мина прилетела, упала рядом с вокзалом, произошла такая трагичная ситуация. Ожесточение у противоположных сторон невероятное. То есть они обливают друг другу грязью, приписывают друг другу немыслимые преступления, очень часто одни и те же. Да, я не встречал людей, которые бы занимали промежуточную позицию. Я не встречал людей, которые бы сказали, нам надо примириться, найти там с Майданом, или там майдановцы набор с антимайданом, там, какие-то общие, что-то общее, да, и попытаться там на этом преодолеть наши противоречия. Такого я не встречал. Нет, обе стороны ожесточены до невероятности. Это начало большой долгой гражданской войны. Я думаю, что будут захвачены и другие какие-то ей области. Может быть, и вся Украина, может быть, это даже перекинется и на Россию. То, как зародилась Украина, она до этого была только осколком СССР, распада. Это бы не была воля украинского народа, воля украинской нации, ее самоизъявление. Сейчас на Майдане действительно возникает украинская нация. Она возникает только вот именно сейчас. Не какими-то там политиками советскими, которые там переметнулись на сторону демократии. А вот сейчас происходит рождение там украинского национального самосознания. Оно формируется. Пророссийски настроенные граждане Украины, это ополчение, да, вот эта сторона антимайдана, она тоже это понимает и прямо заявляет, что мы не будем останавливаться ни на Донецкой республике, на Луганской области, там даже на Харьковской, Одесской и Запорожье, даже на востоке Украины. Мы пойдем дальше вплоть до Львовской области. Нам нужна вся Украина. Им нужно включение всей этой территории в состав России. Ну да, сейчас сформировалась мода сепаратиста, так сказать. Очень много там бородатых мужиков, таких 30-40-летних, которые, видно, что... Я не знаю, чем они до этого занимались. В мирное время у меня такое ощущение, когда я их смотрю, что они все время воевали где-то. Да, поэтому я тоже отпустил городу, чтобы не отличаться от общей массы. Потому что это суровые действительно люди, и чем дальше, тем их больше пребывает в ополчение. И с такими ребятами украинская армия или там национальный, говорит, правосектор будет сложно иметь дело. И вот они говорят, что посмотрите, откуда Украину ведет. Там бородатые бабы Евровидения побеждают, а они нас в эту Европу тянут. Поэтому это только Донецкой республике было на руку. В батальоне Востока, если только я один был, из России до какого-то момента, ну, исключая жителей северного нашего Кавказа, которые там присутствовали изначально. А сейчас там, я слышал, уже 200 чеченцев приехало, там еще 200 русских приехало, каких-то бывших наших вояк, готовы войти уже казаки. Потому что я уехал.